У нас не меньше часов психиатрии, чем у лечебников, а в мое время было в 2 раза больше. Я поступила в университет в 16 лет, поэтому молодой специалист всегда очень быстро ставит диагнозы. Мы видим пациента с, условно, второго-третьего курса. Ну что, нормально? Важное качество психотерапевта – это уметь сомневаться. И в большинстве европейских стран психотерапия – это тренинг, который они должны пройти в рамках интернатуры по психиатрии. Опять-таки, для меня очень важна личность человека, у которого я учусь. Когда ты реально погружаешься в реальность и общаешься с коллегами, молодыми коллегами из других стран, оцениваешь, насколько вообще-то мы крутые. В данный момент ученый. То есть, в большей степени я сейчас занимаюсь исследованием, конечно, в сфере психологии, психотерапии и психиатрии. На втором месте – это практик, психолог. Я групповой аналитик. То есть, это как бы моя страсть. Если говорить про направление работы, ну и индивидуально консультирую. Мне понравилось в одном интервью, вы спрашивали, помните ли вы своего первого пациента. Я работаю в железнодорожной больнице, в отделении, которое занимается исторической травмой, психологической травмой. И первый, и второй, и многие пациенты, с которыми я работала, это были пациенты, которые пережили какое-то травматическое событие в своей жизни. И в силу тех событий исторических, которые происходили в нашей стране в 2013-2014 и последующие годы, очень большой возник запрос на знания именно в этой сфере психотерапии. И я случайно попала на лекцию известного израильского ученого и практика Джосефа Зохора. И то, что он рассказывал, меня потрясло. Простотой подачи, актуальностью знаний, которые он тогда сообщал. И самое главное пониманием, что мы что-то делаем не так. Потому что, когда к нам в отделение обращались пациенты, клиенты после потрясений на Майдане или после войны, участия в боевых действиях, что мы старались и пытались делать? Это разговаривать с ними об этом, назначать им транквилизаторы, посадить их в группы, чтобы они обсуждали все вместе это. И специфика нашего отделения в том, что часто к нам попадают люди сразу после травмы. В первый день, например, бригады машинистов, которые совершают наезд на людей на железной дороге, потому что железнодорожная больница и наше отделение занимаются реабилитацией конкретно в этом случае. Они по протоколу должны попасть к нам в первые сутки. И Зохар говорит, что есть что-то, что мы можем делать, что может навредить этим людям, если мы это сделаем в первые несколько часов дней после травмы. Если это делать спустя месяц, два, годы, это поможет. То есть отсюда появляется такая концепция, называется концепция «золотые часы» или «golden hours» на английском языке, симпатичнее звучит. То есть это окно возможностей, в которое мы можем что-то предпринять и повлиять, изменить траекторию развития психопатологии у человека. И я поняла, что мне это очень интересно, я хочу про это больше знать. Я стала искать возможности и попала к нему на двухнедельную интернатуру в Израиле, где мы разработали небольшое исследование протокол, который я в течение года реализовывала уже по возвращению в Киев. Это исследование, у него несколько задач, но главная задача была это сравнить действия бензодиазепинов и ССРА, антидепрессантов, селективных ингибиторов обратного захвата серотонина, назначенные сразу после воздействия травмы, в первые три дня по возможности. И вот таких пациентов я отбирала, и слепым методом мы их рандомизировали в одну или другую ветвь исследования. Параллельно с этим мне было интересно посмотреть, если какие-то предикторы разовьются у них, посттравматические стрессовые расстройства или другая психопатология или нет. И ведь мы знаем, что на самом деле из 100% только 10-12% людей, которые пережили травму, у них будет ПТСР. И в этом смысле, если мы начнем каждому, кто пережил травму, ложить его, обследовать, может быть, даже какие-то интервенции проводить, мы потратим 90% ресурса просто так. Поэтому интересно понять, может ли что-то предсказывать, появится тот человек о патологии или нет. И таким образом сложились отношения у меня с этим профессором. Я являлся тогда супервизором проекта, потом в дальнейшем организовали воркшоп в Одессе, в котором принимало участие более 20 специалистов со всего мира именно в этой теме экспертов. И продолжаем работу сейчас. Поэтому это меня действительно увлекает, потому что это такое, мне кажется, очень важная для Украины сейчас сфера знаний. Преподавательская деятельность, практика и наука в равной степени. Да, причем вместо моей работы я должна отчитываться, сколько у меня часов клинической работы. И мне кажется, это немало, это около 40 часов в неделю. Я поступила в университет в 16 лет, я сомневаюсь, что мне бы кто-то разрешил консультировать. Да, я на четвертом курсе пришла волонтерить в отделение, в котором сейчас работаю, коллегу Сазонтовичу Чабану. И там, как бы, вот, это была первая консультация с женщиной, которая является железнодорожным работником, ну, потому что это категория людей, которые не могут оплачивать психотерапию, поэтому вот, как бы, волонтеры, да, и мы были именно тем контингентом, который оказывал им помощь. И на нее совершил нападение какой-то незнакомец, и она пряталась от него в шкафу. Он ее не нашел, то есть это было, как бы, он ворвался в то место, где она работала. Она жутко перепугалась, и у нее отняли ноги. При обследовании, конечно же, мы предполагаем, раз она была в нашем отделении, которое специализируется, в том числе, на психосоматических расстройствах, не было обнаружено никаких отклонений от нормы органических, но полгода она была прикована к постели. Спустя полгода проблема решилась сама собой, но, тем не менее, она оказалась у нас в отделении. И вот это была, как бы, такая первая консультация. Это разное, мне кажется, в силу того, что популяризируется психология, психотерапия. Мне кажется, психосоматическая медицина и психосоматика сейчас – это определенный тренд, это популярно, поэтому знания, в том числе клиентов и пациентов, они в этом месте растут, да, их уровень знаний в этом месте. Как мне кажется, если вот 10 лет назад такая история, когда, очевидно, да, этот компонент конверсионный такой, выраженный, отнялись ноги, сейчас реже встречается. Сейчас в большей степени, ну, я цитирую сейчас слова психоаналитика из Швейцарии Герхарда Даммана, который приезжал к нам читать лекции по расстройству личности, и он, да, сказал, что сейчас пациент в большей степени нарциссичен, чем истеричен. В том числе, да, это неважно, он, то есть это ядро, основа личности более нарциссичная. Научного подхода в этом, к сожалению, не хватает сейчас в том, что такое психосоматика в понимании общего, да, у таких вот психологов, которые там часто в социальных сетях что-то предлагают какие-то свои семинары, там, психосоматика желчного пузыря, психосоматика мочевого пузыря, да, то есть это так где-то привлекает очень внимание, но за собой ничего не имеет. Если говорить про психосоматическое расстройство, то существуют критерии, разработанные разными специалистами. Вот одна из групп, итальянская группа, в 16-м году они опубликовали эти критерии психосоматического расстройства, и в первую очередь мы говорим о том, что это состояние, которое возникает вследствие потрясения, или то, что называется алостатический стресс, когда человек после этого события, у него меняется качество сна, появляется тревожность, нарушение настроения, ну, то есть конкретно есть изменения, и это влияет на его жизнь. Но, кроме этого, это еще и определенные эпохондрические симптомы, да, когда появляется зацикленность на своем здоровье, в каких-то симптомах, то есть, например, появляется ком в горле, и он интерпретируется часто как... То есть человек начинает искать какие-то причины в этом болезни, да, болезни тела соматические, или давление, которое появляется из-за тревоги, или, возможно, там, в каких-то панических состояниях, интерпретируется исключительно как нарушение с точки, да, со стороны сердечно-сосудистой системы. То есть, первое, это эпохондрические, да, такие склонности интерпретировать, и второе, это алекситимия, то есть наличие алекситимии у таких людей. Третье, это, интересно, да, такой вот симптом годовщины, когда у человека спустя какой-то там месяц, год проявляются какие-то психологические реакции в ответ, да, как бы на то, что произошло. Ну, это, так как это вытеснено из-за алекситимии, человек не может это перболизовать, то есть проговорить, понять, да, вот такой бессознательный материал. Страх смерти у таких людей часто, да, есть симптомом тоже психосоматического расстройства, или страх заболеет какими-то, ну, фобией, да, конкретно. То есть и ряд еще определенных симптомов. Вот в сочетании, когда мы, да, у нас есть такой чек-лист, и мы ставим галочку, да, человек попал ко мне на консультацию, жалуется на то, что у него, там, условно давление скачет, да, но, например, там, три месяца назад что-то произошло в его жизни, он это, как бы, переживает до сих пор, у него качество жизни изменилось в связи с этим, и есть вот ряд вот этих симптомов, необязательно все. Тогда мы говорим, что да, это психосоматическое расстройство. Точно, что мне очень импонирует, и что я отмечаю, что студенты намного лучше знают английский язык, чем пять лет назад. А это, мне кажется, очень важно, потому что они сейчас легко открывают интернет, обращаются сразу к международным источникам, они читают литературу на английском языке, они уже могут поспорить с преподавателями с тем, что написано в нашем учебнике, и что написано в современных, да, ведущих образовательных, образовательной литературе, то есть, ну, вот это здорово. И они мечтают попасть на стажировку за границу, еще будучи студентами, пройти интернетуру там, ну, попасть в какие-то ассоциации, они проходят обучение онлайн, что сейчас здорово, что это так доступно, да. Наверное, стоит добавить, что психотерапия в книгах и в реальности в Украине. Ну, я и в других странах не знаю, как это происходит, я понимаю, как это происходит у нас, и могу примерно представлять себе о том, как это по-другому за границей. У меня есть такая... То, что сейчас, мне кажется, очень важно для любого специалиста, это network, да, то есть, это сеть общения с коллегами из других стран. Вот такой, один из таких network, это Европейская Федерация это молодых ученых, или это молодых психиатров, психологов, и я знаю о том, как происходит обучение психотерапии у них и у нас. И в большинстве европейских стран психотерапия – это тренинг, который они должны пройти в рамках интернатуры по психиатрии, обязательно. В части стран они за это сами платят, в части стран за это платит государство. И действительно у них вот эта вот психотерапическая идентичность – это как бы часть, ну, рано закладывается, да, это их часть такая профессиональная, с момента еще обретения профессии, становления. У нас среди психиатров, да, молодых психиатров, это не так популярно. Так как я молодой специалист, молодой ученый, да, я могу сказать, что популярно у нас. И потому что попробовала разные направления, обучение в них. Сейчас то, что я вижу, когда молодые коллеги-специалисты приходят работать, встает вопрос о том, что работать нужно и важно с клиентом, пациентом в психотерапическом подходе, они кидаются, да, куда же, где же получат образование, и ищут что-то, что быстро, но, слава богу, уже смотрят еще качественно. То есть если раньше просто хотелось быстро, или то, что на слуху, что популярно, вот какое-то время, ну, да, это разные волны. Сегодня популярен это направление, завтра хит, вот это направление. Сейчас такой хит среди молодых коллег, это когнитивно-гитериальная терапия, которая говорит о том, что за год готова дать уже какую-то базу, основы работы с довольно сложными категориями, такими как тревожное состояние, депрессивное состояние, еще за год можно, да, не за год, за два я затрудняюсь сказать точно, там схемотерапию освоить, с работой с личностью, да, с пограничной личностью, то есть это сложные категории. такие для психотерапии. Я точно могу сказать, что мой выбор, он в том числе основывался еще и на личности преподавателя-учителя, то есть тех, кто учил нас. И вот какое-то личное отношение ко мне как к студенту мне импонировало больше всего именно в аналитической терапии, ну, кроме того, что помимо каких-то базовых вещей, что это фундаментальная наука, что это разработанная теория. Еще раз, да, могу сказать, что я работаю со сложной категорией пациентов, это пациенты с расстройствами личности, психосоматические пациенты, это тоже тяжелые пациенты, это люди с травмами, часто хронические, да, вот такие долгосрочные травмы. Это, как мне кажется, требует именно вот такой глубокой подготовки, потому что к нам пациенты попадают уже побывав у психологов, полечившись у других психиатров, и они сталкиваются либо с тем, что того психологического метода им недостаточно, либо только фармакотерапии им тоже недостаточно. То есть они идут за вот такой интегративным подходом, где им адекватно будет подобран и медикаменты, и сопровождение именно медицинского психолога, который понимает о том, как работать с клиентом, пациентом, да, с тем, что у него, возможно, есть диагноз. Мне такая выпала, да, возможность преподавать психотерапию у шестого курса факультета медицинской психологии в нашем вузе. И вот, в общем-то, я вижу, да, вот там какую-то динамику год за годом, кто приходит учиться и, ну, кто потом практикует или нет. Мы сейчас все дружим в Фейсбуке, и то есть как бы я наблюдаю уже определенные тоже, да, там кто находит себя в профессии, а кто нет. Мне кажется, что вот очень важное качество психотерапевта это уметь сомневаться, да, потому что если мы не сомневаемся, мы не можем постичь то, что хочет донести нам клиент, если мы, да, как вот часто старшие коллеги говорят про студентов или начинающих специалистов, да, то есть у нас так вот детерминирован мозг, предопределен, поэтому молодой специалист, он всегда очень быстро ставит диагнозы. Вот он увидел какой-то один симптом, да, и он говорит, это ОКР или это там абсциссивно-компульсивное расстройство, или это депрессия, или это еще что-то. А суть заключается в том, чтобы уметь, да, посмотреть за этот симптом, увидеть личность в целом и допустить, что я могу ошибаться в этом. Ну, то, что мы говорим, да, феноменологический подход, то есть люди, которые не сомневаются, мне кажется, да, сложно в этой профессии. Мне кажется, тот путь, которым я двигалась, он подарил, да, возможность, придя после интернатуры работать, уже, да, работать как специалист, это волонтерить. То есть это искать того специалиста, клинициста, то место, ту клинику, отделение, не знаю, там, профессора, или заведующего, или обычно, да, практика, и проситься помогать ему, писать его истории болезни, и смотреть за тем, как он работает. В моей реальности такая несетива всегда приветствовалась. Как мне кажется, удалось создать определенный пул, да, специалистов, которые, то, что вы сказали, обладают клиническим мышлением, потому что мы видим пациента с, условно, там, второго-третьего курса. И неважно, что мы приходим на кафедру терапии или неврологии, мы уже общаемся с человеком, который страдает. И мы переходим точно так же на практику, и начинаем, да, сестринскую практику летом и так далее. Это, кстати, подсказал мой заведующий. Он когда-то... К нам на практику приходят студенты Шевченко, психологи. У них там месяц бывает какой-то вот такой, клиники, пока они учатся. И он говорит, у меня так совпало, что сидели студенты Шевченко, и сидели наши студенты, но не психологи, а просто врачи. И говорит, но врачи оказались более чуткими, более эмпатичными, чем студенты Шевченко. У него как раз был пациент на приеме, и он согласился пообщаться со студентами. Он устроил такой даже, ну как это, файт между психологами и врачами. И как бы потом уже со мной поделился, что вот таким открытием. Я думаю, что это связано с тем, что все-таки шевченковцы или другие вузы, они встречают своего первого клиента, часто уже окончив, во-первых, вуз. И у них такой, как бы из этого стирается, возможно, какая-то вот такая чувствительность к страданиям человеческим. А изначально такой больше... Я говорю про начинающих специалистов, да, подход. То есть первое, да, и позитивное, это то, что есть действительно понимание о том, кто такой пациент. Неважно, он страдает, потому что его только прооперировали, или это женщина после Кесарева, или это человек с депрессией или с суицидальным риском. Второе, это вот фундаментальная подготовка все-таки в психиатрии. У нас не меньше часов в психиатрии, чем у лечебников, а в мое время было в два раза больше. И то есть это говорит о том, что мы можем обсуждать и с врачом-психиатром на одном языке то, что мы видим во время медико-психологического обследования. Все феномены, там, дату нарушения, то, что нам сообщает пациент. И это, мне кажется, дает возможность достигать задачи, понять, что с человеком поставить ему диагноз и назначить адекватное лечение быстрее, чем если бы это был специалист без медицинского образования. Хотя я могу заблуждаться, я не училась в педагогическом вузе. К нам несколько лет назад приезжал на конференцию по психоанализу коллеги из Швеции. Это психолог, клинический психолог. И, конечно, было интересно, как у них происходит подготовка в этой специальности. Они заканчивают пять лет, пишут магистрскую, а потом они должны три года проработать в отделении психиатрии. И там может быть и наркология, или это может быть приют для психических пациентов и так далее. Если бы это было так, у нас проблема в том, что психологи педагогических вузов не имеют этой клинической базы, где бы они получали этот клинический опыт. Я думаю, вот так. Если удастся реализовать тот проект, над которым сейчас мы работаем, научный проект, о котором я говорила, сейчас он в большей степени снестился, акцент его, на помощь людям, пережившим террористическую атаку, мы разрабатываем руководство, это не только для врачей или психологов, это в том числе и для общества, о том, как организовать эту помощь. На самом деле, когда в Одессе мы встречались два года назад, оказалось, что не существует таких руководств. Среди нас была коллега из Норвегии. У них в 2007 году произошла трагедия, когда на острове расстреляли более 60 детей, многим пришлось плыть вплавь в холодной воде. Полиция отреагировала только через несколько часов. Она вошла в ту группу специалистов, которые сразу же пригласили разработать помощь для тех, кто спасся. У них была ночь для того, чтобы предоставить какой-то план. Они что сделали? Загуглили. И оказалось, что нет такого протокола, нет такого последовательности шагов, что стоит делать в таком случае. Такое руководство уже существует. Сейчас мы работаем над тем, чтобы перевести его в онлайн, для того, чтобы любой мог зайти на этот сайт и в ситуации случившегося увидеть для себя конкретное действие, что если прошло час после террористской атаки, или, может быть, неделя до месяца, если у меня взрослый, или ребенок, или, может быть, у меня военный, и что я могу ему назначить, или лучше ничего не назначать, что я могу, какие интервенции психологические сделать, или как мне правильно организовать это, как правильно общаться с социальными медиа, как им подавать информацию. Я думаю, что не этому человеку не работать с этими людьми. Здесь очень важно о том, сколько времени прошло с момента травмы. И если прошло несколько дней, до месяца условно, то мы не рекомендуем обсуждать детали произошедшего. Особенно это касается первых трех дней, деталей произошедшего. Почему? Существует такое нейропсихологическое объяснение, что когда мы просим человека вспомнить о том, что произошло, та краткосрочная память о травматическом событии, которая у него была, скорее всего, перейдет в долгосрочную. Если еще его в группу посадить, и есть что-то, что он помнит, о чем он не помнит, а во время обсуждения произошедшего другие могут ему напомнить, то это только укрепит наличие травматической памяти у человека. А что такое посттравматическое стрессовое расстройство? Это память о прошлом, которая беспокоит человека в настоящем. То есть этого точно нам стоит избегать. Это первое правило этого принципа. Не навреди. Не обсуждать детали. В этом смысле очень важно понимать, что опросники, то есть казалось бы, хорошо, мы не обсуждаем, но нам же нужно понять, насколько человек потрясен этим событием. Или попадает человек в место, где научные исследования проходят этой темой. И есть шкала КАПС, 20 или сколько, 25 вопросов, которые детально, подробно, опять-таки, просят человека припомнить, еще и оценить. Нет, такие опросники мы тоже не используем. Мы, скорее, в первые дни оцениваем нарушение функционирования человека, насколько изменилось его качество сна, его общее состояние и так далее. Второе, мы не назначаем транквилизаторы этим людям и снотворные. Да, действительно, человек будет плохо спать после того, как он пережил какое-то потрясение. Но мы знаем о том, что краткосрочная память переходит в долгосрочную именно во сне. И если мы не усилим это тем, что дадим снотворные, это даже в плюс. Мало того, бензодиазепины или транквилизаторы, они влияют на уровень кортизола в организме. Считается, что именно, что они с ним делают? Они как бы доблокируют его высвобождение, тем самым убирая какое-то тревожное проявление. А сейчас уже при помощи, благодаря тем исследованиям, которые есть, мы знаем, что если в ответ на потрясение высвободилось мало кортизола, это предрасполагает к развитию какой-то патологии впоследствии потом, через месяц, через два. То есть, отвечая на ваш вопрос, это скорее не то, кому не стоит работать, а кто обладает этими достаточно простыми знаниями. Если говорить про психологические интервенции, то так называемая первая психологическая помощь, это тот протокол, который одобрен. И то, что мы можем делать. Интересно, сейчас есть исследования, которые говорят о том, что когнитивные задания, когда задействуется пространственное воображение, например, Тетрис, если мы даем человеку вот такое задание на протяжении 25 минут, в первые сутки после потрясения, поиграть в Тетрис, после того, как он вспомнил какие-то картинки, то, что интрузии называются, то это уменьшает количество вот такой травматической памяти через, ну, в последующих обследованиях, через месяц, через полгода. Почему? Потому что наш мозг, он не может одновременно такую сложную проводить операцию, как пространственное мышление, да, куда эту фигурку поставить, как ее развернуть и обрабатывать те события, которые были. Это не новая, это действительно не новая идея, просто сейчас она обрела вот такой вот уже более научный подход, где это тестируется, исследуется на разных категориях у пациентов и так далее. Но об этом знают специалисты. Склонны вообще обесценивать историческое наследие того времени, которое, да, которое сейчас в том числе подкрепляется такими вехами развития нашей страны. То есть плюс такая тоже, вот то, что вы подметили, обесценивание, есть идеализация зарубежных, вообще зарубежных источников, литературы, ощущение, что вот там-то класс, там качество, там наука, а что у нас? У нас нету базы материальной, чем это все, да, измерять, исследовать. Хотя, как бы, да, Лурия, например, это специалист, которого, работа которого изучают во всех европейских вузах, и, ну, в этом смысле, да, даже у нас, вот в методологии преподавания, я знаю, те, кто преподают, там, нейропсихологию, там, патопсихологию, могут разниться тоже подходы, да. Кто-то сначала, ну, например, да, там, говорит, почитайте Лурию, а потом поговорим о современных методах обследования, исследования, а кто-то, наоборот, начинает с функционального МРТ и, как бы, опускает все детали. То есть это такие случаи, да, которые, когда клиент приходит на прием, конечно же, он хочет услышать, что я с таким сталкивалась, и работала, и помогала, да, и это было эффективно. И это такие истории, я их называю вот такими волшебными, я сама не знаю, да, почему так произошло, но почему-то, да, человеку стало легче. То есть я могу себе, для себя предполагать траекторию движения, я могу предполагать, какие вопросы важно задать, о чем стоит говорить, но что ответит человек, и куда заведет его история нас, это неизвестность. Это, ну, скорее, чаще всего да, чем нет ответ на вот. То я заметила, как я поняла, что такое выгорание происходит, это благодаря моему личному анализу, что чем больше я устаю, ну, то есть когда, да, там, разгар учебного года, горит дедлайн какой-нибудь подачи, сдачи проекта, и еще и там сезонное обострение, я начинаю выгорать. То есть в этом смысле попытка помнить, держать, да, вот в уме такой момент, и обеспечивать качественный отдых себе, разгрузку, ну, у меня есть увлечение от экстремальных деспорта, летом это вейкборд, и вода классно разгружает, зимой это сноуборд, и вообще просто, да, зимние вот эти пейзажи, это путешествия, ну, и, конечно же, это наполняющие отношения с партнером, с семьей, ну, мне кажется, что я шучу и говорю, что у меня после защиты диссертации была послеродовая депрессия, ну, в смысле, что такой проект родился, и около года мне не хотелось вот не начинать ничего нового, включаться в какие-то вот новые проекты, сейчас все хорошо. Это сложный вопрос, опять-таки, для меня очень важна личность человека, у которого я учусь, и это не важно, этот человек специалист в нашей стране или, да, там, любой другой, то, как он выстраивает отношения со своими студентами, как он хочет обучить, а не использовать, или, да, там, использовать, но обучая, вот это здесь важно, разницы в каком-то уровне знаний у наших коллег и у коллег за границей. Когда-то я была на таком симпозиуме, посвященном дебатам наука или практика. Два известных профессора в этой сфере, один, ну, как бы, должен был говорить за почему наука, а другой должен был говорить за почему практика. И в итоге в конце они оба сказали, что на самом деле мы считаем, что и практика, и наука, ну, а не что-то из этого. Мне кажется, вот такое вот гармоничное переключение деятельности, когда у тебя есть реальная клиника, ты какие-то идеи свои из клиники можешь реализовать в науке, еще немножко об этом кому-то рассказать, вот свое такое наркотическое эго подкрепить, поделиться своими результатами. Это помогает в профессии оставаться долго и чувствовать какую-то новизну длительное время. И еще, что мне хотелось бы сказать, это что, к сожалению, то, что я вижу еще по студентам, когда я их привлекаю к тому, чтобы они подавались и участвовали в каких-то международных стажировках, ехали на конгрессы, видели, смотрели, и что происходит в науке в Европе и в мире, потому что это чрезвычайно повлияло на меня, в первую очередь, и я их, соответственно, и поощряю, и подбадриваю. Я вижу, как они рабеют и стесняются, им кажется, что они ничего не знают, что ничего не стоят, что они из такой отстающей какой-то вот страны, третьего мира, и там ничего из себя не представляют. Это не так. Когда ты реально погружаешься в реальность и общаешься с коллегами, молодыми коллегами из других стран, оцениваешь, насколько вообще-то мы крутые, как мне кажется. У нас, правда, есть много, и мы не способны этого оценить, пока мы с этим не столкнемся и не попробуем на себе, а язык всегда можно подтянуть. Поэтому мне импонирует, что сейчас ребята знают английский. Редактор субтитров А.Семкин